Теперь, что бизнесмена разрушает? Решил туркануть кого-то немножко. Одного турканул, второго, третьего. Потом бизнес у тебя и тю-тю. Это негласно происходит. Сейчас все дурят как бы, но вот так вот. Неуважение к старшим тоже правителям. То же самое. Ну, пришли и как бы разорили твой бизнес. Все. Жадность. Ничего никому не помогает, все под себя, грибу, грибу, грибу. Удача потеряется. Человек, если только себе берет, то у него теряется проницательность, способность видеть, где прибыль. Он не понимает уже, потому что он начинает во всех видеть опасность. Он не видит доброту человечества, потому что жадным стал сильным. И таким образом стал нищим, когда они становятся, эти люди. Третья категория. Жадность в райе возгубила. Называется. Желание заботиться о людях, вот в третьей категории, дает понимание, где прибыль. Вот если человек смотрит, где пользу можно принести, там и прибыль. Потому что всегда прибыль находится в зоне пользы. Называется спрос и предложение. Люди это так оценивают. На самом деле это зона пользы. Вот как понять, где бизнесом заниматься? Ну пойди по городу, посмотри, чего городу не хватает. И начни это делать. Сразу же там будет успех. Почему? Потому что это зона, пустая зона. Там не хватает, там нехватка есть. Ну а твое сердце тебе подскажет. Как понять, где не хватает? Сердце подскажет. Сердце какое должно быть? Доброе. Желающее благо. Стране, городу, где ты живешь. Ну и четвертая категория люди, они могут быть очень развитыми, успешными, богатыми. Если они любят труд, они любят свое дело, труд любят и не претендуют на власть. Они просто занимают свою нишу и с любовью работают и уважают все три категории, которые над ними стоят. Какие у вас вопросы? Да? Ну давайте с микрофоном, а то пять человек сразу говорят. У меня два уха, и то синхронизировано. На одни мозги. Давайте микрофончик. Есть у нас мужчина? Подходил руки. Скажите, пожалуйста, как развиваться и как добиваться успеха третьей категории? Третья категория, как развиваться? Аскеза для третьей категории, ну, всегда аскеза развивает. Аскеза для третьей категории является послушание наставнику, послушание развивать себе. И аскеза является забота о слабых, о нищих. Ну, то есть, можно кормить кого-то, поить там, заботиться, вкладывать в это силы свои и учиться уважать старших, их слова, мнения. Ну, то есть, вот это является и аскезой, которая их развивает. И еще одна вещь. Всегда держать свое слово. Очень важно. Вот дал слово, все, как бы, никаких вариантов от него отказаться. Просто вот лучше разорись или умри, чем отказ. И это должны, ну, рано или поздно это люди узнают все. Когда это узнают, у вас пойдет доброе имя, и оно начнет вас развивать. Любовь к наставнику даст доброе имя, делать добрые дела, заботиться даст доброе имя. Бизнесмену нужно только доброе имя для его успеха. Все, больше ничего не надо. Некоторые думают, реклама нужна хорошая. Это бред. Аскез для второй категории, это, здесь уже больше аскез. Ну, для второй категории нужно учиться побеждать. И женщины, мужчины второй категории должны учиться побеждать. Женщина по-женски, она должна побеждать в отношениях. Она должна делать так, чтобы, ну, всегда быть убедительнее, чем другие. То есть, она должна уметь убеждать людей, быть матерью старшей для всех. Мужчина второй категории должен заяваться или боевыми искусствами, или каким-то боксом, там, чем-то. Он должен быть, ну, очень сильной личностью, способным побеждать даже физически. То есть, мужчина должен крепким быть, ну, как воин. Ну, качество в себе эти развивать, сильной личности второй категории. Вторая аскеза для них – это терпение. Если первая, третья категория аскеза – это держать слово, то вторая категория – это терпение. Допустим, вот терпеть мнение людей, их понимание вещей, все что угодно. Вот, допустим, человек сидит в второй категории, идет собрание, и там каждый говорит эмоционально, там, мореет, говорит, да, это все неправильно, там. И настоящий руководитель, он сидит и терпит эмоции всех этих людей, мнение этих людей, понимание вещей. Он просто сидит и слушает, вообще молчит, ничего не говорит, терпит. И в результате он сидит и анализирует слова каждого, 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 чтобы принять окончательное решение. И когда вот все собрание прошло, он всех выслушал и говорит, ну, в соответствии с тем, что вы сказали, с вашим, ну, пониманием вещей, вы же… А подчиненные же, они владеют ситуацией, они же знают, что происходит на местах, да. Он директор завода, то есть у него есть те, его руки, его щупальца, да, вот эти все люди. И он всех их любит, слушает, всех их и терпит, их эмоции, мнение там и все. И говорит, а теперь правильный ответ. И они все уважают его правильный ответ, потому что он никогда никому не перечил. Он всех выслушал, и они видят, что он очень сильный руководитель, потому что он терпеливый человек. Понимаете? Терпение — это аскеза второй категории. Терпение. Третья их способность, в чем как бы их аскеза второй категории, это брать на себя ответственность. Скрипеть зубами, терпеть, но брать ответственность. То есть не отказываться отвечать, от своей ответственности не отказываться. А для первой категории какая аскеза? Для первой — это самопожертвование, уметь отдать себя. И отказ от гордости принять знание, если оно является истинным. От старшего принять знание, от равного принять, и даже от младшего принять знание. Если сердце подсказывает, что это истина, то человек должен уметь распознавать истину и быть готовым к принятию её. От кого угодно, хоть от животного. Допустим, один мудрец, он в священных писаниях, в ведах написан, он как развился. Он жил в лесу, ни с кем не общался вообще. И он сказал, что верности я научился у собаки, терпению я научился у дерева, внимательности научился у орла. И, ну как бы, у птицы я научился любви, ну и так далее. То есть он перечислял, как природа его стала учителем. И, ну, совершенно личностью стал, понимаете? Потому что дерево совершенным образом терпеливое. Оно терпит всё, что ты с ним не сделал, понимаете? Собака совершенным образом верная. Она может убить, погибнуть ради хозяина, понимаете? Природа верности собаке, Бог не вложил эти качества. Ну и так далее. Орёл очень внимательный, зоркий. Ну, то есть учиться можно у кого угодно, не только у старших. Можно у природы учиться, даже у животных. Это качество первой категории. Способность учиться, принимать истину из разных источников. А что значит «оптебо»? Развитие четвёртой категории очень простое. Просто трудиться и любить труд. И это будет развитием. Он становится мастером на все руки. То есть он начинает золото делать из пылинки. Там, плоху подковать может, там, что хочешь сделать. Безграничные возможности. А это не значит, что четвёртой категории, если он не хочет учиться. Если человек не хочет учиться. Мы сам... Я помню, когда я начинал эту тему, я вам рассказал, что есть первая стадия развития мужчин. Это ватрушки, да? Женщины, первая стадия развития — это мечтательницы. Или не говорил вам в этом? Вот так. Про женщины не говорю. Вот смотрите, мужчины — три категории. Первая категория — ватрушки. Вторая категория — работоголики. Третья категория — мужчины. Женщины — первая категория — мечтательницы. Вторая категория — это бизнес-леди или эмансипированные женщины. Третья категория — женщины. Пока человек не доходит до мужчины и до женщины, он не может быть развитым в труде. Понимаете? Если женщина упахивается ради денег или мужчина, это неразвитые люди. А если человек вообще работать не хочет, то он никогда не поймёт свою природу. Почему все тяжелые физические работы? Ну пусть работает, тяжелая физическая работа. Неизвестно. За что дёргать, что он всю жизнь работать будет? Он не знает, может быть, он станет таким рабочим, что лучше, чем любой правитель. Понимаете, бывают люди развиты во всех четырёх категориях. И настолько развиты, что им цены нет просто. Есть парикмахеры, которые круче, чем управляющие. Понимаете? А что значит «отказать от первой категории»? Для первой категории — это отказаться от славы, денег, власти, пользы, любви к людям и знаниям. Ну не то, что ты как бы нищим становишься, ты можешь использовать всё это, но в сердце должен отказаться для себя. Ты можешь иметь славу, но при этом отказаться от неё. Иметь власть, но отказаться от неё. Иметь деньги, но отказаться от неё. А некоторые люди всё это не имеют, но не отказались. Поэтому не стремя по своей жизни течёт. Это не значит, что они, как бы, типа, отречённые. Отречение — это знание. Ну это фактически, можно даже сказать, знание своей выгоды. Потому что для учёного, для человека первой категории, любовь к Богу и к людям стоит выше всего. Это самое большое счастье. Понимаете? Если человек эту пойму, зачем ему нужно отдать деньги, славу и власть? А? У ребёнка третьей категории должно быть много друзей. Он должен быть душой коллектива. Люди, дети третьей категории, они должны быть душой коллектива. Надо разрешать ему копить, коллекционировать всё, что он хочет. Вот. Нужно давать ему возможность хитрить, не относиться к этому слишком серьёзно. Он будет разводить всех, как бы, одному говорит, тот, другому, тот. Вот. Смеётся. Вот. И поддерживать в нём всегда вдохновение. Потому что люди третьей категории — это люди вдохновения. То есть им нужно иметь хорошее настроение, как бы, ну, чувствовать себя очень уверенно среди людей, и тогда они будут успешными. Учиться его делать душой коллектива, душой общества, как бы. Подбадривать его всегда, чтобы он не чувствовал себя, что он не нужен. Мужчина, вы. Да? Почему ты этим не начинаешь заниматься? Это как судьба? Или нет? А чем заниматься? Политикой. Политикой? Да. Понимаете, все люди второй категории, они так или иначе занимаются политикой, даже если они ей не занимаются. Потому что те, кто связаны с управлением, они не могут не заниматься политикой, потому что управление — это и есть политика. Ну, то есть они всё равно социум, социум, сотон из политики. Ну, просто есть политика разная, понимаете? Есть политика грязная, чистая, есть высокая политика, есть международная политика, есть политика внутри коллектива, внутри завода. Ну, то есть какой политикой вы почему не занимаетесь? То есть, может быть, вас толкает на международную политику? Ну, общественную. Общественная деятельность. Да, на благо страны, скажем так. На благо страны. Политика это всегда очень большая жертва, ну жертва всем, особенно в современном обществе, любая политика это сплошная грязь, ну то есть там, понимаете, жертва колоссальная может быть, ну то есть тебе может придется иметь дело с людьми, которые не имеют в жизни ничего ценного, понимаете, они могут купить, продать хоть папу родного, понимаете, но некоторые люди, они все равно идут и занимаются политикой, даже в этой среде, ради благородной цели, спасения своей страны и сами ведут себя очень честно в политике, хотя идут на компромиссы, зная, что вот здесь придется хитрить, потому что выхода нет. Вот допустим, если налоги забирают всю зарплату, здравомыслящий человек отдаст столько, сколько Бог ему в сердце подскажет. То есть, а стоит этим заниматься или нет? Вот вы и выбираете, то есть, понимаете, здесь как бы идея какая, что с одной стороны высокая цель, а с другой стороны большая жертва, поэтому человек он взвешивает между тем и другим и решает, что для него и как. Может быть, он этой высокой цели будет достигать через свою деятельность, не обязательно через политику по отношению по всей стране. Ну, то есть, каждый человек выбирает сам, потому что жертва может иногда быть тяжелее твоих сил, которые ты имеешь, понимаете? То есть, допустим, ты не можешь смотреть на это безобразие, а надо терпеть, понимаете? То есть, или человеку надо, допустим, сажать в тюрьму кого-то, допустим, наказывать лишением свободы, он не хочет такие отношения с людьми строить, и как бы на эту жертву не готов идти, а надо. Если, допустим, ты занимаешься высокой политикой, то там уже судьбы людей уже на втором месте стоят, судьба страны на первом, потому что если ты судьбу и страну потеряешь, все люди пострадают, а тут только один человек. Вот для политиков есть специальные законы, веды их объясняют. Ради вот жертвы, понимаете, человек должен это принять. Ради деревни можно пожертвовать одним человеком. Это говорят правителям, не всем людям, понимаете? То, что я сейчас буду жертвовать человеком ради деревни. Ради города можно жертвовать деревней. Ради страны можно пожертвовать городом. А в городе много людей живет, понимаете? Жертва это означает. Допустим, человек ведет война, да? И человек понимает, что надо сдавать город ради победы. И он это делает и побеждает потом. Спасает страну, но теряет город. И вы скажете, ну да. Поймите, что вот такова природа правителей. Им разрешено жертвовать судьбами людей. Бог разрешил им это делать. Если они это делают ради благородной цели, Бог им дает знание, что сохранить, а чем пожертвовать. И если вы готовы жертвовать чем-то, тогда идите выше. А если вам уже хватает жертвы и на том месте, где вы находитесь, тогда не идите. Если, допустим, вы видите, что вы хотите помогать родине сильнее, чем вы помогаете, тогда вам придется и жертвовать больше чем-то в жизни. Потому что чем выше власть, тем больше там грязи природна. Поэтому некоторые святые, они просто отказывались даже управлять религиозным обществом, не то что людьми вообще в целом. Мы знаем примеры, там Сергей Радонежский отказался управлять обществом религиозных людей. От власти он отказался. Ну, потому что у него были другие цели в жизни. Но если цель именно вот эта, то тогда надо принимать. У меня, допустим, нет цели. Мне предлагали читать, как бы, лекции с политическим содержанием. Я отказался сразу. У меня нет такой цели. Я вижу в другом цели. Давать людям другого плана знания, содержания, другого содержания. Ну, все зависит от ваших целей. Бог на что вас вдохновляет жизнь? Ну, если идеологические цели, то есть понимание. Понимаете, ну, если вы хотите моего совета, то, если говорить об идеологии в целом, идеологии, то я так понимаю, что она очень сильно зависит от религиозной составляющей жизни. Вот, допустим, вот если бы, я просто привожу пример. Если бы такого содержания, как я, допустим, читаю лекции, читали лекции люди разных религиозных направлений, ну, священники позволяли себе читать публичные лекции, вот такие вот, ну, общего содержания. Что такое хорошо, что такое плохо? Не содержание внутритомфессионального, вот именно с позиции своей веры, а вообще просто с позиции здравого смысла, понимаете? То идеологическая сила страны бы возросла многократно, потому что с людьми нужна идеологическая работа, понимаете? А ее никто не ведет. Священники ведут идеологическую работу со своей паствой. Правители, они вообще не занимаются идеологической работой с людьми сейчас, вообще не занимаются. Они просто как бы занимаются это с целью, ну, набрать все избирателей, понимаете? Но это же не идеологическая работа, это агитация называется. Вот, а идеологическая работа означает вот читать вот такие лекции людям. И вообще это надо делать в каждой школе, в каждом городе, в каждом деревне. Люди должны собираться, вот раньше люди собираются и общались на тему, как жить. Я даже помогу вам это. У меня есть видео смешное, знаете, где люди общались, как жить. Хотите посмеяться? Да. А то лекция такая тяжелая, но не очень. Сейчас покажу. Слышите? Да вот спасить хочу, барышня. Сам сколько годов думаю, все придумать не могу. Это почему ж такое деется? Что деется, товарищ? Задавайте вопросы. А я и задаю. Ну, вот, к примеру, к примеру, корова ходит большими такими лепехами, а лошадь обратно, крученными такими толстыми. Овца, значит, маленькими такими шариками, похожими на горох. Почему такое деется, знаешь? Я не могу знать, товарищ, я не ветеринар. С коровыми, с лошадьми дела не имела. Не могу в этом разобраться. Ну вот, ты еще в холме не разбираешься, а уже про Бога рассуждаешь. Это называется политическую, как бы, идеологическая работосность. То есть беседа об истине, о том, есть Бог, нет Бога. Как бы разобраться в этом вопросе надо. Ну вот человек, как бы он разобрался в вопросе. Понимаете, иногда решается все проще, чем, ну, что-то делать там, наверху. Если, допустим, появится возможность, допустим, организовать серьезную работу с людьми в плане, как жить, обучать их, то это огромной силой станет для страны идеологической, потому что люди будут развиваться, и пойдет волна сильная, понимаете? Иногда вот так решается. В этой связи есть такой пример. Один правитель потерпел поражение, его просто государственный переворот произошел, его свергли. Это, ну, я вам летописи рассказываю. И он, как бы, ну, собрал небольшую, как бы, команду, войско, напал, его там разгромили, и он улетел. Ну, то есть, и попал на окраину своей страны беглецом, то есть, был таким, как бы, ну, бегак был. И попал к одной женщине, она узнала его, ну, не стала ему об этом говорить, а он рассуждал, как ему вернуть власть, чтобы, ну, все, порядок в стране был. И она дала ему каши, горячие очень, и он, там, они в Индии руками едят, и он взял, как эту кашу, как раз и отжегся. Он говорит, что-то очень горячее, дай мне просто похлотнеть. Она говорит, это не каша горячая, у тебя жизнь горячая. Она говорит, а что же делать? Она говорит, да, кушать надо. Говорит, с краешку, а не влезть, не в центр лезть. И говорит, и вот ты, говорит, бери кашу по краям, она там более холодная, и кушай. Пока до центра дойдешь, все остынет. И он понял, что ему надо поднимать народ на окраинах. Кашу в своей жизни кушать не в центре, понимаете? И он так смог победить, завоевать страну. Есть разные тактики, понимаете? То есть надо выбрать правильную. Иногда кашу в центре кушать очень горячо. А людям не хватает просто элементарного понимания, как жить. И это большая проблема идеологическая, если говорить об идеологии современного общества. Потому что патриотизм, способность побеждать, это зависит еще от грамотности людей. Если их обучать знанию, давать им знание, что такое хорошо, что такое плохо, что такое нравственность и так далее. Дело только широко в стране, это может стать очень огромной силой, влияющей на ситуацию вообще в стране. Огромной силой может стать. которая гораздо эффективнее может подействовать, чем, допустим, какие-то там изменения с точки зрения закона. Ничего, что я об этом говорю? Меня не выгонят? Ну ладно, у нас осталось 10 минут всего. Мои хорошие, любимые, дорогие. Время-то у меня кончилось уже. Ну, давайте потом поговорим с вами. Там уже, в АЕ, хорошо? Поговорились? 10 минут мне вот... Вот, я же не принесу, но поможем. Нет, моя хорошая, нет, это же диск не пустит. Благодарность? Учёному нужно просто вера в его слова. Это благодарность для него будет. Правителям нужна верность. Верность. Вот если ты верен старшему, это для него благодарность. Бизнесмену нужно доверие, что ты доверяешь мне, и это для него благодарность. А рабочему нужно признание его труда. Вот для всех этих четырех категорий это главная благодарность. Если вы, допустим, не верите в мои слова, это для меня главная благодарность. Если, допустим, вы правителя признаёте, говорит, я готов как бы жизнь отдать, ну как бы ты у нас старший, ну всё, для него это главная благодарность. Если бизнесмену сказать, что, слушай, как бы всё нормально, я у тебя буду всё покупать, я тебе доверяю. Он скажет, ну спасибо, благодарность. И рабочий как бы он что-то смастерил, супер, супер. И тогда он становится благодарным. Всё остальное уже вторично. Вот эти вот вещи первичные. Уважение, ну, к Личности. Его, как бы, природа, уважая, когда, ну, мы уважаем природу человека, его, то, что он для Бога делает, уважаем, тогда это и есть благодарность. Самое главное. Я не могу не сказать кое о чём. Здесь сидит мой друг, отец Амбросий, вот, который пришёл на лекцию. Я думаю, что вам неплохо было бы узнать, что есть такой человек, вот, который может вам во многом помочь в жизни. Советами и так далее. Может быть, он вам лекции читает. Знаете, хочу вам сказать, что у меня всего несколько есть таких случаев, когда, ну, священник другой веры приходит и с удовольствием общается, ну, с человеком, который даёт знания. У меня есть несколько мусульман таких примеров, несколько христиан и так далее. Эти люди все, они обладают уникальными качествами внутренними, потому что способность видеть знания везде — это уникальнейший дар человека, который сам даёт знания. Уникальнейший дар, который труднодоступен в наше время, потому что в основном люди все ограничены своей зоной понимания. Но есть люди, они более широких взглядов, и это очень редкие люди. Их надо распознавать в обществе и оказывать им максимум уважения, и давать им помощь. Если вы, допустим, хотите в Суамбросию дать возможность развиваться как священнику, проповеднику, который будет давать знания, то подойдите к нему после лекции и покажите ему свою поддержку. У кого есть какие-то идеи? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот десять человек, как минимум, должны отдать. Руки подняли. Ну ладно. Сели прямо. Кто из вас вчера почувствовал в сердце спокойствие, после «я желающего участия»? Вот это является предварительным этапом для начала победных судьбой. А кто из вас, вот когда повторяли «я желаю всем счастья», почувствовал, что как будто бы что-то раскрылось в сердце и появилось такое счастье? Это означает, что вы встретились со своей судьбой, то есть внутрь заглянули. И это значит, что вы можете уже потом её побеждать, если от этого счастья откажетесь и начнёте просто то, что почувствовали в сердце, отдавать другим, думать о Боге. А кто из вас, я повторяю «я желаю всем счастья», вдруг обнаружил, что он сильно погрузился в какую-то проблему свою, как будто память заставила его думать о чём-то тяжёлом. И вы, несмотря на это, смогли отвлечься от этого и повторять, слушая тех, кто молится, и забыть про проблему. Кто из вас с этим смог справиться? Вот это и называется «победа над судьбой». Запомнили? Если вы это будете делать, то вот эта проблема, она будет таять в вашем сердце сначала, и потом вы почувствуете, что она на самом деле не такая значительная. А потом вы увидите, что она меняется в отношениях, потому что есть проблемы отношения к ей. Но потом она вообще исчезнет сама по себе.